Новое видео выходит каждый день в 20.00 Самперы, дорогие мои самперы, вот вы мне можете рассказать, почему у вас всегда, везде, один только лишь, блять, геймплей? Вы записываете летсплей, у вас геймплей, тут это можно оправдать, безусловно, летсплей, да, летсплейный формат, он сам по себе предполагает, что тут будет геймплей. Ладно, с этим разобрались, вы записываете разговорный ролик, у вас геймплей, вы записываете разоблачение, у вас геймплей. И, в конце концов, повод моей бомбежки, это вы записываете интервью, и у вас геймплей. То есть, понимаете, интервью, оно предполагает, как бы, зрительный контакт с интервьюером и с человеком, который интервьюируется, который отвечает на вопросы. Но тут я вижу только геймплей, мне непонятно, почему так. Ну, почему вот нельзя сделать нормально? Ладно, ладно, вот мне сейчас многие могут сказать, ну да, геймплей, но мы уже привыкли, понимаете? Это вот как Катайн, Лерой и прочие чуваки Фостерс зародили то, что вот должен быть геймплей. И у нас, соответственно, тоже геймплей, аудитория уже подкормлена, им больше ничего не надо, да и лишь только геймплей, не относящийся к ролику для того, чтобы не работать лишний раз над видеорядом. И ладно, разговорный ролик, ладно, геймплей. Там, летсплей, тут уж понятно, что будет геймплей. Но интервью, его можно сделать нормально. Когда вот я только начинал делать что-то в Сампе, пробовал экспериментировать, адаптировать какие-то ролики с большого ютуба и так далее, мне вот ранее, конечно же не сейчас, просто вот когда там давно, мне очень сильно нравился Big Russian Boss. Прям вот максимально. Мы ходили по школе и все обсуждали Big Russian Boss, а кто-то пародировал и так далее, но лично у меня никогда не получалось пародировать хриплый голос Big Russian Boss. Но, несмотря на это, я все-таки решил адаптировать Big Russian Boss Show под Самп на своем самом первом канале. Тогда о втором канале и речи быть не могло. У меня, по-моему, даже тысячи подписчиков-то не было, насколько я помню. Хотя, возможно, уже и в вас, по-моему, по-моему, все-таки тысяча подписчиков у меня была. И я решил сделать The Dan Semen Show. Аналог Big Russian Boss Show. Ну и почему бы и нет, я думаю. Ну, почему бы и нет, действительно. Это ж так прикольно. В общем, как я сделал. Я скачал Камхант, зашел, то есть, в интерьер. То есть, я не знал, что можно сделать вот так, как я вам дальше расскажу. То есть, мы с человеками, я действительно позвал человека, телепортировали нас вот в какой-то специальный, отдельный интерьер. И там я брал интервью, всегда подбирая разные ракурсы, делая перебивки и так далее. И мне почему-то показалось, что многие так сделают. Потом вышло там Arizona Show и что-то наподобие того. И там тоже делали вот как раз-таки с камерой, с перебивками, снимали как-то красиво Камхантом и так далее. И я думал, все так будут. Я думал, это установленный стандарт интервью уже в САМПе. Это же не так сложно сделать. Просто вот прописать анимку у тебя и у человека, который интервьюируется непосредственно. И просто снять его с разных ракурсов Камхантом. И даже не нужно вот постоянно снимать. Тебе не нужно держать человека постоянно в игре. Ты один раз отснял, как персонаж сидит в анимации секунд так 15-20 и зациклил это. Все. Больше ничего не надо. Делаешь только потом перебивки и все. Вот только знай это и делай. Но тут почему-то вот так вот происходит, что... Перестали вот делать так, как было качество. Естественно, нужно запариваться, нужно делать перебивки. Нужно смотреть, когда говорит человек, подставлять вот этот вот скин под него. Это, естественно, большой геморрой. Никто не хочет так делать. Лучше поставить какой-нибудь геймплей на час. Но ведь так выглядит намного профессиональнее, нежели вы бы делали так. Вот. Нежели вы бы просто вставляли геймплей. Но это же просто невозможно... Я не понимаю, почему нельзя вот так вот сделать нормально, заморочиться с катами, все записать нормально и все. Я просто не понимаю. Просто последнее интервью, которое я смотрел, это было у Бурбона, как он опрашивал основателя Аризона РП. Прям вот было достаточно интересное интервью. Советую вам посмотреть, хоть и Бурбон он такой, ну знаете, ну такой. Тем более после тех инцидентов, которые он сделал, он ну прям, ну вот знаете, ну такой. Ну, могу все равно посоветовать вам посмотреть интервью. Достаточно интересное. Интересный человек, сам Мэйсон. Интересный интервьюер, более-менее интересные вопросы там были. Вот. А потом я еще посмотрел интервью Ангела Касада с Максимом Кудрявцевым. И до этого я еще посмотрел интервью, по-моему, Ахера. Или... Или не Ахера, или... Ну, в общем, какого-то такого человека, либо Бёрна, или как там назывался. Я не помню точно, если что, поправьте, если кто-то смотрел. И там тоже был геймплей. И... Я просто, блядь, не понял. Почему нельзя сделать... Почему нельзя запариться вот с этим? Я... Может, вам подсказать надо было? Вот, я вам подсказал. И также у Андрюха Кевского. Я совсем забыл. У Андрюха Кевского был сам подуть. Где у него также был... Вот, то есть, просто геймплей. Я не видел человека, с которым происходит интервью. Понимаете? Я не видел его. Я просто вот видел разговор в скайпе двух людей. Таким же образом можно было подставить статичную картинку. Ничего бы не поменялось. Понимаете, в чем проблема? И мало ли, если вы сами перенезнали, что вот так можно сделать, берите идею на вооружение. Это, конечно, не великолепная, не замечательная и не идеальная идея виртуального бродяги, вот как вы стопроцентно станете популярным на ютубе. Но это хотя бы что-то. Делайте интервью правильно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Дан. Всем пока.